За игровыми столами четыре команды. Старшеклассники школ номер 5, 11, второй железнодорожной, гимназии номер 2. За плечами два отборочных тура. Сегодня финал. И в нем лучшие эрудиты. Успели за сутки прочитать все, что можно. Начали ту тема «Все, что можно». Блиц-разминка, темы на выбор, музыкальная шкатулка и на десерт «Что, где, когда». Четыре раунда. В каждом по 10 вопросов, 30 секунд на размышления и права на ошибку «Нет». Главное здесь быстрота реакции и правильные ответы. Краткий рассказ, стихах или прозе с норовоучительным выводом. Басни, это правильно. Вопросы из разных областей. География, история, ботаника, кинематограф, музыка. Интересные, разносторонние и самое главное, актуальные нашему времени. Первый день новой волны был посвящен мировым хитам. Молдавская группа «Доредос» исполнила донитую песню. Назовите ее. Время! Дебют интеллектуального марафона «Мир вокруг нас» прошел 10 лет назад. Тогда преподаватели гимназии номер 2 провели пробную игру. Вопросы из школьной программы дополнили заданиями на эрудицию. Это была просто викторина без техники и гаджетов, говорят организаторы. Но школьникам она пришлась по душе и стала доброй традицией. Задачи остались прежними. Это добиться того, чтобы наши дети что-то узнавали полезное из интернета. Чтобы умели работать с сайтами. Чтобы, по крайней мере, перечитывали произведения. Маленький пример была тема «Сказка о Целесултане». Старшеклассники по-новому пересмотрели фильм. И мультфильм, и художественный фильм. Перечитали сказку Пушкина. И было отрадно отметить, давали ответы на 5 из 5. 5 вопросов, 5 правильных ответов. Поэтому такие игры нужны. Четыре раунда позади с минимальным отрывом. В один балл победу одержали интеллектуалы из пятой школы. Им вручили кубок знатоков. Это их первая победа, и она особенно дорога, говорят ребята. Мы не первый раз участвовали. Мы еще до этого участвовали два года. И занимали до этого. Даже в финал не вышли. В прошлом году мы заняли третье место. Это первый раз в нашей школе. И первый раз чемпионы. Для нас это очень радостный момент. Вышли чисто на эрудиции и на инициативе. Серьезный очень соперник. Готовился ночью. Все, что можно было, штудировал. Психологический мандраж был перед игрой. В игре не было почти. Второе место у гимназии номер 2. На третьем команда 11-й школы. Наградили и лучшего игрока. Им стал Сергей Касаткин, капитан команды гимназии номер 2. Сладкие подарки, грамоты и мудрая сова. Наша Бендерская. Она будет служить напоминанием о маленькой, но значимой победе. Диана Федеренко, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.